Друзья, приветствую, с вами Станислав. И у нас очередная новиночка среди CityCock Track от компании Skyboard BR40 3000W. В этом видео мы с вами познакомимся с новиночкой, посмотрим, что в комплектации, что за байк в сфере электроскутеров, замерим скорость и посмотрим динамику. Поехали! Продолжение следует... Итак, давайте по порядку. Компания Skyboard 2020 году не перестает удивлять новинками среди электроскутеров. В линейке компании Skyboard пополняется все больше и больше новых скутеров, и в данном случае мы с вами обозреваем Track 3-киловаттный с редукторной системой. Что у него ходит в комплектацию, сейчас мы с вами поговорим и о его характеристиках. Итак, данный байк у нас идет 3-киловаттный, редукторная система. На редукторе у нас указана с вами гравировка, стоит 3000 Вт. Контроллер мы с вами вскроем, по заявлению производителя контроллера также идет 3-киловаттный, посмотрим, покажем вам обязательно и, конечно, замерим скорость. Итак, аккумулятор у нас идет с вами штатный, быстросъемный на 20 Ач, 60-ти вольтовый. У данного байка, как и, в принципе, большинства трайков современных, да, имеется отсек по второй аккумулятор. Если мы с вами обратим внимание, отсек у нас находится вот здесь, в нижней части, также быстросъемный, крышка у нас с вами поднимается и устанавливается аккумулятор 20 Ач. То есть на одной зарядке, на одном аккумуляторе, который идет с комплектацией, мы с вами можем проехать до примерно 40-45 километров на одной зарядке. Но, если мы с вами увеличим, поставим второй аккумулятор, пробег у нас с вами увеличится в два раза, то есть до 80-90 километров. Ну, как я и ранее говорил, и в других видео, и в этом видео повторюсь, пробег, скорость, он зависит от многих факторов, таких как вес райдера, манера езды и место, по которому вы катаетесь. Итак, что говорить о скорости? По заявлению производителя, максимальная скорость данного байка достигает до 50 километров, но мы, опять же, обязательно замерим скорость с вами, поделимся информацией, но на опыте таких подобных, скажем так, трайков, то есть максималка километров 40, примерно 45 будет, не больше. Итак, если мы с вами видим, что здесь у нас интересного? В компании Skyboard, в предыдущих, по крайней мере, тех трайков, которые они ранее выпускали, данный байк отличается кардинально. Начнем с вами с передней части. Если мы с вами обратим внимание, мощная диодная линзованная фара с режимом просто, ну, какой-то прям монстр, монстрища такой большой стоит фары, большая фара стоит с освещением, то есть в вечернее ночное время у вас однозначно будет заметно. Хочется посмотреть, конечно, как он будет смотреться в вечернее время освещать, если вы обратите внимание, переключая, у вас несколько режимов освещения идет. Далее, соответственно, у нас с вами появились современные уже поворотники, также добавились дополнительные фары, которые работают в нескольких режимах ближний, дальний и режимы стробоскопа. Надо отдать должное компании Skyboard, спасибо за то, что они услышали обратную связь и добавили уже современные поворотники. Давайте с вами включим их, посмотрим, как они смотрятся и работают. Вот в таком диодном режиме с двух сторон. И самое интересное, что добавила компания Skyboard в этой байке, в отличие от любых других конкурентов, это аварийный сигнал. Есть кнопочка аварийного режима, то есть и мы с вами можем ехать, либо там остановились где-то на дорогах, да, если вдруг, не дай бог, что-то случилось, или просто у вас вынужденная остановка, мы можем включить аварийный сигнал и однозначно даже в темное время, даже в дневное время вы видите, как мерцает, да, то есть данный байк, и вас будет однозначно заметно практически везде. Что касаемо системы управления света, да, то есть если мы с вами посмотрим, система управления света у нас идет на левой стороне, стандартно у нас идет управление светом, тумблер переключения основной фары, включение, выключение, то есть ближний, дальний свет и отключение центральной большой фары. Также у нас тумблер переключения поворотников, наверх у нас идет правый, вниз идет левый и электронный сигнал. Сигнал громкий, как всегда, все отлично. С правой стороны у нас с вами дублируется это непосредственно подключение дополнительных фар, которые работают, как я вам сказал, в трех режимах, ближний, дальний и стробоскопа, да, то есть она работает в трех режимах. Также с правой стороны мы обратим внимание, стоят два тумблера. Первый тумблер это у нас переключение скоростей, первая, вторая, третья и переключение заднего и переднего хода. Давайте с вами обратим внимание на гидравлическую систему торможения. Гидравлическая система торможения у нас стоит с вами регулировкой, то есть очень удобно с точки зрения, как в современных всех байках, это регулировка ростовки, то есть для любого, скажем так, практически размера руки. Итак, в комплектации мы видим с вами также стоят зеркала, что немаловажная часть, да, то есть и необходимая, в принципе, часть для любого электроскутера, потому что все-таки это средство уже передвижения, это ваш индивидуальный транспорт, можно так сказать. Также стоит уже у нас с вами держатель телефона с подключением USB. Мелочь, но приятно, согласитесь, что вы поставили свой телефон, можете и подзаряжать, слушать музыку, пожалуйста, да, то есть и по GPS или по навигатору ехать, да. Бортовой компьютер у нас идет с вами, если мы обратим внимание, жидкокристаллический, с индикацией заряда вашего, непосредственно аккумулятора, да, режим зарядки показывает, показывает дистанцию, текущий пробег и спидометр, и также переключение, освещение, управление, индикация, все здесь у нас с вами показывает. Что касаемо набора ключей и кнопки старт-стоп, кнопки старт-стоп как таковое здесь в данном байке не представлено, у нас с вами идет набор ключей, которые имеют возможность подключения через замок зажигания включать ваш байк, то есть поворачиваем ключ, он у вас включается, либо, если это не нужно или неудобно, вы можете спокойно завести его с помощью брелка сигнализации. Итак, давайте с вами поговорим о подвеске, подвеска у нас передняя часть идет без заменения, вилка, то есть стандартная, без заменения. Тормоза у нас идет с вами гидравлические, колеса у нас идут штатные, штамповка, то есть не литье, но здесь на самом деле на вкус и цвет, кому-то больше нравится литье, кому-то штамповка, но по мне, на самом деле, даже что здесь стоит та штамповка, он, как говорится, не теряется и на самом деле гармонично все выглядит отлично. Давайте с вами перейдем на заднюю часть подвески. Обратите внимание, подвеска здесь у нас с вами задняя уже идет обновленная, воздушно-масляная с регулировкой и подкачкой воздушной. Если мы обратим внимание, здесь у нас стоят бачки под воздух, то есть здесь у нас идет ниппель и можно подкачивать. Сейчас он, наверное, немножко приспущен, то есть можно подкачивать и регулировать. Максимальная нагрузка, по заявлению производителя, опять же, достигает до 220-250 килограмм, учитывая того, что здесь у нас обновленная подвеска идет, в принципе, спокойно отрабатывать. Если мы попрыгаем дальше, посмотрим с вами. Комплектация достаточно, по моему мнению, интересная, жирная, скажем так. То есть в нижней части, если мы обратим внимание, над редуктором у нас стоит металлическая корзинка. Очень удобно с точки зрения, если вы берете байк не для города, а для загородных прогулок, там в деревне, на даче, за городом, то какие-то продукты, пакеты, какие-то вещи небольшие, может туда складывать спокойно и, кстати, очень удобно. Если мы обратим внимание, он достаточно крепко стоит, потому что, помимо того, что он идет у нас металл, здесь идет еще такие дополнительно усиленные, скажем так, усики их назовем металлические, которые, соответственно, снизу еще дополнительно подстраховывают и поддерживают, усиливают. В задней части у нас находится кофр, сейчас мы его откроем, кофр закрывается на ключик. Набор ключей достаточно большой, в стиле скайборд. Сейчас подберем нужный ключик и откроем. Итак, открыли мы кофр, что мы здесь с вами видим? В первую очередь бросается в глаза, это у нас сумочка. Сумочку можно повесить на переднюю часть, либо спереди, либо сзади, но, по мне, наверное, лучше вот сюда, да, то есть будет поудобнее. Какой-то мелочь, ручной уплать какой-то можно складывать спокойно. Итак, убираем в сторону. Дальше. Такая фирменная коробочка аккуратная с логотипом скайборд. Ключи с шестигранниками. Ну, здесь у нас обычно от бачков гидравлической системы торможения. Тормозной жидкости стояли, мы сняли их сразу. Идет сервисная книжка, инструкция на русском языке полностью. Давайте, кстати, посмотрим, есть ли здесь какие-то интересные моменты, что здесь у нас указано. Полностью на русском языке, кстати, с рисовкой байка штатно. Интересно просто посмотреть, есть ли здесь какие-то схемы. Ну, как-то схем нету, но достаточно насыщенно, скажем так, и очень много текста с картинками, поэтому не читал, но я думаю, что достаточно насыщенно будет информативно. И сервисная книжка. Сервисная книжка, здесь у нас указано, что является гарантией, в случае не гарантией. Гарантия по умолчанию у компании Скайборд идет 12 месяцев. И в комплектацию у нас с вами идет чехол. Вот такой непромокаемый чехол, кстати, по ощущениям идет такой брезентового формата, то есть, в принципе, я думаю, что даже дождь, не дождь, ему будет как-то все равно и море по колено, как говорится. Если обратить внимание, он идет у нас с вами с логотипом, поэтому комплектация достаточно приятная. Итак, это все назад уберем, чтобы нам с вами не мешало. Кофр у нас с вами крепится на металлическое основание, если обратим внимание, да, то есть здесь у нас металлическое основание, поэтому, в принципе, достаточно надежно подтянуть, поднастроить. Обратим внимание на заднюю часть оптики. Сзади у нас с вами идут также поворотники, как и спереди, диодные, стоп-сигнал, он же габаритный огонь. Сейчас включим их и продемонстрируем вам, как они работают. Итак, в данном байке присутствует блютуз-колонка. Она, конечно же, не акустика базы, но, тем не менее, тоже достаточно неплохо. То есть можно подключить блютуз-колонку и в поездке слушать музыку. Мелочно, как говорится, но приятно. Итак, сидение у нас идет двойное, то есть по двух пассажиров спокойно. Вот в задней сидушке у нас находится с вами небольшой бардачок, который закрывается также на ключ. Давайте с вами откроем, посмотрим, где находится. Сейчас мы с вами подберем также ключик и откроем. Вот такой вот бардачок. Какие-то мелочи тоже также можно складывать, убирать и закрывать на ключ. Кнопочка аварийный сигнал у нас спрятана под дисплей. Нажимая кнопку, у нас срабатывает аварийный сигнал и байк переходит в аварийный режим, скажем так. Теперь давайте подойдем к аккумулятору. Я вам сейчас покажу, как он снимается для тех, кто не знает или не видел. Аккумулятор у нас находится под сидением основной. Для того, чтобы его снять, мы снимаем основной блок питания. И сейчас подберем нужный с вами ключик и снимаем чемоданчик-аккумулятор. Аккумулятор достаточно весомый такой, то есть, в принципе, учитывая компания Skyboard, что серьезно подходит к своему делу и емкость указана здесь с характеристиками. Они, соответственно, являются действительностью. То есть, мы с вами обратим внимание, здесь указаны режимы температурные, когда можно эксплуатировать данный байк по этому аккумулятору и что. Но в рисунках не рекомендую его с ним делать. Он у нас с вами идет 60-ти вольтовый на 20 ампер часов. Сейчас мы с вами откроем нижнюю нишу, нижнюю крышку. Итак, здесь мы с вами видим отсек второй аккумулятор с выведенным кабелем питания. То есть, смело можно докупать второй аккумулятор. Кстати, при покупке данного байка в нашем магазине идет скидка на дополнительный аккумулятор, поэтому обращайтесь. Если нужен второй аккумулятор, можно его купить дополнительно со скидкой. Контроллер. Сейчас мы, кстати, попробуем. Давайте, знаете, сразу откроем и покажем вам, какой контроллер, что есть написано на нем. Итак, друзья, сняли сейчас два болта. Немножко оттянем просто крышку. Давайте посмотрим. Вот контроллер. У нас здесь написано рабочее напряжение 60 вольт, минимальное напряжение 47, мощность 3000 skyboard. То есть, в принципе, контроллер идет 3 киловаттный. По проводочке здесь, в принципе, так бегло посмотреть. Все стоит у нас. Все достаточно неплохо. Но, друзья, сразу я вам скажу, на самом деле, как и для всех клиентов, говорю и рекомендую на любой электроскутер CityCoco, да, я вам рекомендую сделать гидроизоляцию. Поэтому эта вещь, на самом деле, необходима. И согласитесь, вот, например, на момент съемок данного байка, сегодня у нас 4 июля 2000... 4 августа, прошу прощения, 2020 года, на момент съемок данный байк стоит 107 900 рублей. Согласитесь, покупать такой, ну, скажем так, не дешевый, да, то есть, байк, устройство, экономить там на гидроизоляции, ну, по мне, на самом деле, это не стоит того. Поэтому, друзья, обязательно делайте гидроизоляцию, не экономьте, потому что это защита и, скажем так, долговечность работы вашего нового, скажем так, друга, да. Поэтому делайте обязательно гидроизоляцию. И, кстати, от нас, и лично от меня, и от нашей компании, первым пяти счастливчикам, покупившим данный байк в нашем магазине, гидроизоляция идет в подарок. Поэтому успей купить гидроизоляцию в подарок в нашем магазине. Гироскутер шоп. Ну что, друзья, поедем, чуть-чуть прокатимся, посмотрим. По ощущениям. Набирает, кстати, достаточно интересно байк. Тяговитый, с места сразу. Вот сразу, что, на самом деле, на любом байке, да, неважно, двухколесный, трехколесный, это, наверное, все-таки особенность такая, да, особенно, что нужно делать, это обязательно правильно выставлять крылья, потому что, если немножко неправильно выставить, да, то есть с самого начала этого крылья, они цепляют, цепляют у нас с вами покрышки. Такой звук мне неприятный. Кстати, знаете, интересно ваше мнение, кому как, что больше нравится, трехколесный или двухколесный, как вы думаете, что более, скажем так, удобнее, да, потому что, по моему мнению, все-таки трехколесный, он больше подходит для загородных поездок. Двухколесный, конечно, ну, любой CityCock, в принципе, по большей степени, это загородная поездка, но, тем не менее, все-таки трехколесный, то есть ширину его задней части, да, то есть и проем, который можно проехать, да, то есть нужно понимать, что не везде можно проехать, да, поэтому по большей степени подойдет для загородной поездки. Двухколесный, все-таки, конечно, покомпактнее будет, поудобнее в этом плане, но, опять же, двухколесный CityCock, он проигрывает непосредственно в устойчивости, да, потому что многим людям интереснее и удобнее или подходит, например, байк тот, который был устойчивый, потому что три колеса, это мы спокойно едем и не переживаем, что мы завалимся на левую или на правую часть, да, а на двухколесном, конечно же, нужно держать равновесие. Вот, катаемся по небольшому пока так по парку, по аллее Краснопресненской. Такая, скажем так, брусчатка выложенная. У брусчатки едешь вообще комфортно, ничего не чувствуешь, такое достаточно интересно, удобно, поэтому, конечно, интересно по бездорожью, как он будет себя вести. Попробуем в следующем видео заснять поездку где-нибудь по бездорожью, я думаю, что в горке какие-нибудь преодолевать, посмотрим, как себя он ведет. У нас насколько, скажем так, он проходимый, динамичный, поэтому сравним. Кстати, угол поворота очень достаточно широкий, то есть, ну, угол поворота достойный, если сравнить с каким-то другими байками, потому что есть байки тоже также с двойной вилкой спереди, да, у него вот, и угол поворота немножко, конечно, меньше, чем на этом байке. На этом байке спокойно, вот сейчас езду, да, резко берем, поворачиваем. У нас, смотрите, рулька поворачивает, да, то есть, у нас с вами, оп, повернул, и мы поехали с вами. Попробуем, если успеем заснять в этом видео поездки уже большие горки-наклоны, бездорожье, если не успеем, то снимем отдельное видео, повторюсь, потому что хочется побыстрее, скажем так, материал отснять, и с вами, наши дорогие подписчики и зрители, поделиться о этой новинке. Кстати, вот хочу сказать отдельное спасибо, и респект компании Skyboard, молодцы, в этом году, в этом году, на самом деле, компания Skyboard по электроскутерам очень удивила, молодцы, реально очень большая линейка разных байков, безусловно, конечно, нет без каких-то либо там небольших косяков, как, в принципе, везде бывает, но отдельно респект в том, что обратную связь, получая от нас, как от дилеров, вообще получая просто обратную связь, они реагируют, дорабатывают, и дооснащают, и усовершенствуют свою линейку, это очень здорово. Я вот, на самом деле, по большей степени любитель электросамокатов, чем электроскутеров, но сколько-то уже видео мы поснимали по электроскутерам, знаете, я честно понимаю, что все-таки электроскутер реально очень крутая вещь, в деревню, в загород, поехал, да, там, например, в деревню отвез его и спокойно выехал, поехал там от точки А, от точки Б, да и так прокататься на речку, если еще куда-то кому-то надо, там, магазин даже, да, то есть это реально очень крутая штука, поэтому здесь все-таки тоже немножко, честно, посматриваю на то, что может быть себе взять те электроскутеры, куда-нибудь в деревню, где дорог нет вообще от слова нет, и покататься, поездить, посмотреть, что у нас здесь будет, и как, на самом деле, байк себя будет вести в обстановке, скажем так, сложной и агрессивной. Кстати, преимущество, скажу, именно таких видов колес, вот литья, да, это то, что на литье пока что, к сожалению, еще не выпускается грязевая резина. Вот на, вот для таких байков, как вот именно, вот этот байк Трайк Скайборд, грязевая, пока грязевые покрышки подходят, спокойно можно поставить, и при желании уже есть не на шоссейке, а на грязевой, поэтому здесь как раз в этом плане плюс. Ну что, друзья, сейчас будем замерять скорость. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте с вами измерим сейчас габариты и измерим клиресс, потому что клиресс – это немаловажная часть для любого электротранспорта. Данный байк не исключение. Итак, клиресс, если мы с вами, обратим внимание, именно полезно до нижней части, у нас с вами выходит, сколько? 17 см. Теперь мы давайте выставим максимальную, у нас с вами, максимальную, у нас с вами длина не до крыла, конечно, а мы будем измерять вот до сюда, это у нас с вами выходит 214 см. 214 см у нас с вами длина идет, это длина до окончания кофры и металлического багажника. Если, конечно, убрать металлический багажник и кофр, да, то, соответственно, до крыла будет чуть поменьше. Ну, мы не будем снимать, это, точнее, измерять, потому что в любом случае, я думаю, что вы будете ездить как минимум с таким багажником точно. Итак, давайте его габариты руля заснимем с вами. 70 см по тормозной у нас 78 см. И давайте измерим с вами высоту зеркала. Если мы с вами до руля, руль у нас с вами настраивается под удобство, в данном случае, как я вот ездил, если мы с вами будем до руля, до рукоятки, это у нас 118 см. Если до зеркал, то 142 см. В принципе, заднюю часть обязательно, кстати, обязательно. Многие клиенты, кстати, спрашивают, ширину задней части, да, для того, чтобы удобно, либо в тот или иной проем, кто берет для загорода, проедет или не проедет. Давайте с вами измерим ширину. Посмотрим. Ширина у нас с вами 97 см. 97 см. Ну, в принципе, все, друзья, что хотелось рассказать о данном байке. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с новинкой от компании Skyboard, Трайк, БР-40, 3000 Ватт. Постараюсь максимально вам подробно рассказать о данном байке, о этой новинке, показать, замерить скорость, поделиться информацией и ощущениями по поездке на этом байке. Нам очень важна ваша обратная связь, поэтому будьте любезны, если вас не затруднит, в комментариях оставьте, пожалуйста, ваше мнение о данном видео и о байке, что вы думаете, как вам этот байк. Мы стараемся максимально для вас, друзья, в каждом видео рассказывать, показывать ту или иную новинку, чтобы вы имели максимальную информацию. И, кстати, очень будем рады вас видеть в нашем магазине. Наш магазин находится в центре Москвы, метро 1995 года, торговый центр электроника на Пресне, 200 метров от метро 1995 года. Поэтому приезжайте, огромный выбор электротранспорта на любой вкус, гироскутеры, электросамокаты, электробайки, электромотоциклы, все для вас. Поэтому, друзья, будем рады вас видеть. А с вами был Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Вам спасибо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok